МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Запрещенный урожай один из жителей города коноплю выращивал прямо у себя дома. К стоматологу по принуждению, те, кто проходят профосмотр, уверяют, что медики принимают заключение только из одной, причем частной клиники. Так ли это на самом деле? И доноры в погонах. Сотрудники полиции сегодня организованно сдавали кровь. Итак, конопля в середине мая разрослась в квартире одного из жителей города. На кадрах оперативной съемки, предоставленной ноябрьским отделом наркоконтроля, видно, как неплохо южная трава чувствует себя в тепличных условиях. И это не мудрено, чтобы растение росло и созревало быстрее. Предприимчивый молодой человек, которому немногим более 20 лет, организовал маленькую, но дорогостоящую лабораторию. К тому моменту, когда наркополицейские решили брать цветовода с поличным, помимо цветущей конопли, у него уже был и запас марихуаны. Теперь наркотическое вещество и лабораторное оборудование приобщены к материалам уголовного дела, а на самого цветовода-любителя заведено уголовное дело. Верховный суд России лишил автомобиля неприкосновенности. Это касается случаев, когда машина припаркована не по правилам и мешает проезду. Согласно одному из пунктов постановления суда, буксировка транспортного средства без намерения использовать его в личных целях не будет считаться попыткой его похитить. Поводом для такого решения стал недавний прецедент в Тульской области, когда одна из фирм заблокировала стоянку своему конкуренту. Закон о проекте в обязательной отчетности за принятые к оплате дорожной работы в конце недели внесут на рассмотрение в Государственную Думу России. Инициатором проекта выступил член Комитета по транспорту Александр Васильев. Он заявил, что поправка станет дополнением в закон о дорожной деятельности, согласно которой органы исполнительной власти обязаны публиковать на своих официальных сайтах сведения, подтверждающие приемку работ по договорам с указанием стоимости. Ну а поводом для появления такого законопроекта стал недавний конфликт в Салехарде между городскими властями и активистами общества дороги Ямала. Администрация окружной столицы подала в суд и на общественников за оскорбление деловой репутации местных властей. Руководству города не понравился видеосюжет, который вышел в эфир на одном из местных каналов, в котором председатель дорог Ямала Кирилл Амельченко обратил внимание на состояние дорог в Салехарде и заявил о том, что часть из них находится в плохом состоянии. И сегодня в окружной столице должно было состояться первое судебное заседание, но оно было перенесено на завтра. Мы делали рейд, составили там соответствующие документы, сделали акции такие своеобразные, поправили эти письма в ГАИ. Ну и соответственно то, что мы там увидели, мы это разместили на нашем сайте. Ну как бы вот она вызвала такую, ну не совсем может быть адекватную реакцию, которую мы ни в коем случае не хотели как бы и даже и ожидать. Да и цели у нас не было порочить честь, достоинство и деловую репутацию администрации. Ну вот как-то так они это восприняли. Волна субботников, которая прокатилась по Ноябрьску, пронесла свои плоды. Город стал значительно чище. Правда коммунальщики жалуются на жителей отдаленных поселков, которые зачастую и сами не спешат наводить порядок на улицах и чужой труд не берегут. Самые большие нарекания в этом плане посыпались на ближнее СМП. Горы мусора здесь никуда не исчезли. И, к слову, не меньше представителей управляющих компаний беспокоят пустующие жилые дома. Жильцы ветхих и аварийных строений расселены, а здания подлежат сносу. Но денег на эту процедуру не хватает. Так на сегодня в городских поселках порядка 50 брошенных жилых домов, а снесут в ближайшее время только 5. Остальные либо станут убежищем для бомжей, либо превратятся в несанкционированные свалки. Во всяком случае, примеры этому нередки. В Санкт-Петербурге прошла организованная «Газпромнефтью» конференция по разработке трудноизвлекаемых запасов. В ее работе приняли участие эксперты Минэнерго, Федерального агентства по недропользованию, Государственной комиссии по запасам, а также сотрудники ведущих российских и зарубежных нефтегазовых и сервисных компаний. На форуме было заявлено более 30 научных докладов. Отмечу, «Газпромнефть» активно реализует программу работы с трудноизвлекаемыми запасами. В планах компании вовлечь в разработку к 2015 году порядка 60 миллионов тонн дополнительных запасов этой категории, а к 2020 году увеличить показатель до 300 миллионов тонн. Много вопросов у жителей города в последнее время появилось к врачам отделения профосмотра. И все они связаны с заключением, которое должен дать стоматолог. Люди жалуются на то, что в профосмотрах их направляют в одну единственную стоматологическую клинику, естественно, она платная. А там, прежде чем подписать заключение, якобы заставляют вылечить несколько зубов. Так ли это на самом деле, разбирался Кирилл Мигель. Пустые коридоры, никаких скандалов и склок. Такой поликлинику профосмотров видели немногие. В начале 12-го здесь всегда немноголюдно, говорят врачи. В общем, самое время проходить медкомиссию. Десятки специалистов принимают здесь всю рабочую неделю, за исключением одного. Побывать на приеме у стоматолога в последний раз здесь можно было в 80-х. Такой штатной единицы сейчас просто нет. А коли проходить осмотр этого врача все равно нужно, людям предложили самим выбирать, куда идти. Вот только некоторые жители утверждают, что их направляют в конкретную частную клинику. А там, якобы, прежде чем подписать заключение, врач сначала вылечит все, что можно. И, разумеется, не за спасибо. Люди действительно направляют в стоматологию, потому что некоторые категории работников должны осматриваться стоматологом. Это предписывает 302-й приказ, и это уже действует второй год на сегодняшний день. В нашей карточке, в поликлинике профосмотров, есть строчка, где написано «врачи-стоматологов», и в этой строчке написано, что вы можете посетить врача-стоматолога любой формы собственности. То есть мы принимаем документы от любого стоматолога. Но это касается только тех, кто проходит обследование в частном порядке. Для регулярных медосмотров от предприятий давно существует другая схема. Организация сама выбирает стоматологию, с которой ей сотрудничать выгодно, платят деньги, а работники, естественно, направляются к партнеру. На данный момент наши клиники работают в этой системе по проведению медицинских осмотров. Заранее заключались договора с многими предприятелями, бершими, в том числе и бюджетными учреждениями. И наши специалисты проводят такие медицинские осмотры. Пока здесь не висит табличка, и что скрывается за белой дверью, знает только узкий круг посвященных. Но совсем скоро он станет шире. Спустя 25 лет в поликлинике профосмотров заработает стоматологический кабинет. Он уже признан лучшим в регионе. Окружные специалисты назвали его образцовым. На оборудование ушло больше 3 миллионов рублей. Оснащение по последнему слову техники персонал обучен. Словом, хоть сейчас принимай первого пациента. Лицензия пришла только в ближайшем. Вот мне ее принесли только сегодня. Доктор-стоматолог обучен. Она еще работает в другом учреждении, поэтому к нам будет переведена. Все будет зависеть от решения главного врача об открытии кабинета, в какие сроки и когда. То есть человек же должен работать по имеющимся договорам, которые есть. Сегодня договоров нет, потому что не было лицензии, и мы не могли их заключить. Если главный врач примет решение сегодня, значит это будет сегодня. Лицензия, к слову, дает право не только на профилактическую деятельность, но и на терапевтическую. Как только кабинет начнет работу, о путанице с прохождением стоматолога можно будет забыть. Принимать заключение о здоровье и правопригодности горожан будут только от здешнего специалиста. Он уже получил соответствующую квалификацию врача-правпатолога. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города. Выплаты за донорство возобновились. Напомню, в январе этого года было принято решение отменить денежное поощрение донорам крови. Это решение, по данным медиков, привлекло к некому спаду в донорстве. Иными словами, желающих сдавать кровь безвозмездно оказалось немного. Вреды доноров записались ноябрьские полицейские. Сегодня 30 сотрудников различных подразделений местного ОВД добровольно пришли в пункт переливания крови. И этот вклад, по словам врачей, неоценим. Эти стены помнят многое. Кто только не побывал на станции переливания крови Ноябрьска за долгие годы. Но полицейские добровольцы – такое явление здесь впервые. Около трех десятков сотрудников ОВД Ноябрьска по собственному желанию вступили в ряды доноров. Сегодня у нас решили сдать кровь более 20 сотрудников полиции из самых различных подразделений. То есть это отдел по делам несовершеннолетних, отделение по работе с личным составом, СМИ. Следствие, неведомственная охрана. Решили сдать все в добровольном порядке, потому что все мы прекрасно понимаем, что в любую минуту мы можем спасти чью-то жизнь и дать здоровье человеку. Случайно донор в переводе с латыни означает «дарящий». То есть дарить донор – это человек, который дарит кровь вместе с ней, здоровье больному и жизнь умирающему. Естественно, человек, сдавший кровь, получает моральное удовлетворение, у него появляется чувство уверенности. И необходимо помнить о том, что одна из основных задач сотрудников полиции – это оказание помощи людям, спасение жизни. И вот сегодняшняя миссия, считаю, мы приблизились на один шаг к реализации данной цели. Причем, как уверены сами полицейские, это не разовая акция. Многие готовы отдавать свою кровь систематически. Я пришла для этого, хочу помогать другим. Если помощь от меня требуется, почему нет? Я вообще давно очень мечтала об этом. Еще лет в 19 пришла сюда, но мы почему-то не попали. Не помню почему, но вот так получилось. А сейчас вот случай. Очень буду рада сдавать постоянно. Медики отделения, в свою очередь, отмечают, что работать с полицейскими – одно удовольствие. Полицейские – это здоровые люди, как правило. Они проходят медицинские комиссии, они проверенные. У них в учетных документах стоит группа крови и резус-фактор. С ними работать приятно, хорошо. Они смелые, они сильные, они все понимают. Не говоря уже о том, что этот, пусть и небольшой вклад от каждого из правоохранителей – огромная помощь, прежде всего для тех, кто остро нуждается в донорской крови. Тем более, что среди сотрудников ОВД Ноябрьска нашлись люди с редкой группой. Среди полицейских есть, конечно, люди с редкой группой крови. Есть с первой отрицательной, со второй, с третьей, с четвертой. У них весь набор с редкой группой есть. И достаточное количество людей с положительными группами. Ну, как менее редкая считается, четвертая положительная, третья положительная. У них есть все группы. А это значит, что запасы отделения пополнились редким и таким необходимым материалом, который, возможно, спасет чью-то жизнь. А может быть, и не одну. Екатерина Котова, Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Далее в выпуске краткий видеообзор полезной и интересной информации, которую на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». В ноябрьск пришло теплое время, и на дорогах появились мотоциклисты. Теперь не дает покоя вопрос, почему байкеры объявили войну сразу всем – жителям, которые мирно спят дома в ночное время, их маленьким детям, водителям и инспекторам ГИБДД. Проблемы на первой полосе свежего номера разбирались корреспонденты СН. Традиционно регионы заключают договоры с ведущими вузами страны, куда отправляют своих выпускников на бесплатное обучение. В этом году Департамент образования Ямало-Ненецкого округа заключил соглашение с 12 ведущими университетами страны. Куда пойти учиться, читайте на шестой странице номера. С 23 по 26 мая в Ноябрьске проходил уже ставший традиционным футбольный турнир на призы «Газпромнефть» и «Двор без наркотиков». На развороте 8 и 9 полос. Читайте подробный репортаж о захватывающих матчах. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. В «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» подвели итоги конкурса фотографий «Зверье маю», посвященного году экологии, и наградили победителей. За полтора месяца было собрано более полутора тысяч фотографий. Участие в конкурсе приняли 83 работника предприятия. Работы оценивал независимый эксперт. В результате первое место завоевал геолог ЦДНГ-7. Кроме того, были определены победители в пяти специальных номинациях. Все они получили ценные подарки и призы. Планка людей с активной жизненной позицией немного выше, немного прочнее и статус этого человека сам для себя не только в производстве, но и в быту, и в отдыхе. Он чуть выше простого обыденного человека, простого сотрудника. А я как считаю, что одной из составляющей активной жизненной позиции, я считаю, что это творческая составляющая. И эти конкурсы, пилотные конкурсы, я имею в виду по номинациям, просто конкурсы, которые будут проводиться и дальше, являются тем критерием, по которым мы оценим. Жалко, что в этом зале находится мало людей. Мне бы хотелось видеть больше. Хотя участвующих в этом проекте было намного больше. Поэтому мне вдвойне приятно на сегодняшний день поздравить эту группу наших сотрудников с теми оценками, с теми призами, которые они заслуженно заработали. Это очень спонтанно получается. То есть фотографию ее выбрать невозможно. Фотография, она получается, весь интерес – это неожиданность. Мне, честно сказать, стыдно было бы не поучаствовать в этом конкурсе, потому что это достаточно интересно, я считаю. И имея питомца дома, я немецкая овчарка, это, я считаю, довольно-таки более чем экзотическое животное. Но я, честно говоря, очень рад сегодняшней своей победе. Я считаю, для себя это победа. Даже победа в том, что ты поучаствовал в этом конкурсе. Кто в доме хозяин? Выставочный проект под таким названием с 1 июня заработает в музейном ресурсном центре. Сейчас специалисты заканчивают последние приготовления. Фондовые предметы, отражающие русский быт, а также воссозданные в экспозиции интерьеры русской избы, расскажут посетителям о том, как жили крестьяне в русской избе, во что одевались, как отмечали праздники, какие обычаи и традиции соблюдали. Особое внимание в экспозиции уделено свадебному обряду и таинству венчания. В летний период музейный ресурсный центр предоставляет возможность молодоженам провести фотосессию на выставке, а также изготовить старинный русский оберег, куклу-неразлучники, состоящую из двух фигурок, соединенных в неразрывное целое. Работать проект городского музея будет до 25 августа. Приглашаем всех, приглашаем новобрачных, и не только, приглашаем вообще наших горожан, у которых есть такая возможность на летний период прийти, сделать фотосессию и оставить в памяти вот такой незабываемый проект. Кто в доме хозяин? А на этот вопрос, конечно, придя сюда в зал, можно найти множество ответов. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 31 мая в Салехарде переменная облачность. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура плюс 5 градусов. В Муравленко облачный. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 1 градус выше нуля. В Ноябрьске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура плюс 1 градус.